Деревья, кустарники, травы Здравствуйте, ребята! Я Всезнайка из города «Почему?», и мы продолжаем наше путешествие в удивительный мир природы. На прошлом занятии мы познакомились с наукой, которая изучает все живые организмы и называется «биология». Слово «биология» происходит из двух слов «биос», что означает «жизнь», и «логос», что означает «наука». Значит, она изучает всевозможные формы жизни на Земле. Посмотрите на экран и скажите, в какое царство живой природы мы сегодня отправимся? Наше сегодняшнее расследование мы проведем в царстве растения. Так как современные биологи напоминают детективов, они не только собирают факты, но и пытаются установить между ними связи. А непосредственно растения изучает часть биологии ботаника. Растения – это особые организмы, образующие целое царство. Различают 400 тысяч видов растений, имеющих различную структуру, форму и размер. От маленьких и простых, как подорожник или ряска, до огромных и сложных, наподобие гигантской секвои. Есть растения с цветками и без них. Есть такие, которые периодически сбрасывают листву, а также вечно зеленые растения. Давайте отправимся на поляну, это интересно знать, и послушаем, что нам расскажет мой друг Мудрый Дуб. Современные растения произошли от группы зеленых водорослей, которые 450 миллионов лет назад приспособились к жизни на суше. Сейчас попробуйте догадаться, какие растения пришли к нам в гости и где их можно встретить. Не заботясь о погоде, в сарафане белом ходит, а в один из теплых дней май сережки дарит ей. В лугах сестрички, золотой глазок, белые реснички. Я из крошки бочки вылез, корешки пустил и вырос. Стал высок я и могуч, я кормлю свиней белок, ничего, что плод мой мелок. Ах, не трогайте меня, обожгу и без огня. Бусы красные висят, из кустов на нас глядят. Лето любят бусы эти, дети, птицы и медведи. Береза и дуб растут в лесах. А еще в лесах мы можем встретить ели, осины, сосны. Малина может расти как в лесу, так и в огороде. В огороде, кроме малины, растут крыжовник, смородина. Около домов цветет сирень. Ромашку и крапиву мы чаще всего встретим на лугу, среди клейвера колокольчиков. Все эти растения можно поделить на несколько групп. Рассмотрите картинки и скажите, на какие группы разделим все растения и по какому признаку. Все растения можно поделить на три главные группы, или правильнее сказать, три вида. Это травы, кустарники и деревья. Деревья имеют древесный ствол, защищенный корой. Кора каждого дерева, как и отпечаток пальца, имеет свой неповторимый рисунок. Ствол разветвляется на высоте нескольких метров от земли. Крону дерева образуют ветви с листьями различной формы. Широкие листья у березы, дуба, клёна, рябины и многих других деревьев. Такие деревья называются лиственными. Игольчатые листья у хвойных деревьев, таких как ель, сосна, кипарис. Некоторые виды деревьев называются вечно зелеными, потому что у них листья всегда зеленого цвета, и они меняют их постепенно, по кругу. Это ель, сосна, кедр, кипарис. Лиственные деревья раз в год в начале более холодного или более сухого сезона сбрасывают листву. Это дуб, клён, рябина. А какие еще деревья сбрасывают листву осенью? Деревья имеют разную продолжительность жизни. Долгожителем считается секвоя и баобаб. Они живут около 5000 лет. Далее за ними следует кедр и ель. Их продолжительность жизни составляет 1200 лет. Тысячу лет живет дуб, а береза всего 250 лет. Следующий вид – кустарники. Главное отличие кустарника от дерева – отсутствие основного ствола. У этих растений несколько стволов, которые берут свое начало у поверхности земли. Давайте познакомимся с некоторыми представителями этой группы. Это малина, сирень, крыжовник. Кустарники редко вырастают выше 6 метров. Средняя длина – около 3 метров. Минимальная высота растения – 80 сантиметров. В среднем растение живет 15-20 лет. Только в самых благоприятных условиях кустарник может прожить больше. Как и любому зеленому растению, кустарнику требуется тепло, свет и влага. И третий вид – это травянистые растения, или их еще называют травы. Травянистые растения отличаются от деревьев и кустарников тем, что их надземная часть не одревесневает и не зимует в наших условиях. Если деревья и кустарники – многолетние растения, то травянистые растения бывают однолетними, значит, что они живут только один год. Это перец, горох, огурец, помидор. Растения, которые живут два года, называют двулетними. Это петрушка, капуста, свекла, морковь. Травянистые растения, которые живут больше двух лет, называют многолетними. Это лук, чеснок, одуванчик, земляника. А что про травы нам расскажет мудрый дуб? Среди травянистых растений очень много лекарственных. Первые дни весны светит холодное солнце, начинают появляться первые зеленые веточки, и среди еще не до конца растаявшего снега, начинают виднеться цветочки золотисто-желтого цвета. Эти цветы очень сильно напоминают монеты из золота, а на самом деле это просто мать и мачеха, которая начинает цвести именно в начале весны. Произрастает это растение, как правило, у берегов ручьев и рек. Ее также можно увидеть и на глинистых склонах, вдоль железных дорог и по обрывам. Цветы этого лекарственного растения по своему запаху очень сильно напоминают мед, что притягивает к ним огромное количество пчел. Листья напоминают форму сердца. Внизу они теплые и мягкие, что дает возможность называть их мать, а сверху холодные и жесткие, то есть мачеха. Это и послужило поводом дать данному растению название «мать» и «мачеха». Мать и мачеха известна со времен Древнего Рима. В переводе с латинского оно означает «кашель». С давних времен людям были известны лечебные свойства мать и мачехи. Из листьев и корней они готовили отвары и принимали от разных болезней – кашля, насморка, простуды, отчахотки, гриппа, удушья, лихорадки. Цветы мать и мачехи собирают ранней весной, обязательно в полдень солнечного дня. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего занятия. Мы запомнили, что все растения делятся на три группы – деревья, кустарники, травы. Среди растений долгожителями являются деревья, а многие травы живут всего один год. Сегодня мы не можем представить жизни на планете Земля без растений. Они не только украшают окружающий нас мир, но и являются источником жизни. Субтитры создавал DimaTorzok